Частичная мобилизация при этом негативно скажется на рынке труда. Об этом говорят эксперты. По плану Минобороны на службу призовут 300 тысяч человек. По подсчетам специалистов это меньше, чем полпроцента работающих россиян. Но к этому числу нужно добавить тех, кто из страны уехал, говорят специалисты. Кроме того, атмосфера тревожности может повлиять на производительность труда. Выдержит ли экономика частичную мобилизацию, как призыв, повлияет на трудовые отношения, выяснял сегодня Виталий Поляков. Он в студии. Виталий, мобилизация идет больше недели. Есть первые результаты? Какие они? Оля, привет. Но специалисты пока не берутся говорить об окончательных каких-то результатах влияния частичной мобилизации на рынок труда. Потому что действительно слишком мало еще времени прошло. Но какие-то выводы уже можно делать. И, возможно, в первую очередь страдает сейчас село, потому что там и так было мало специалистов. А теперь военкоматы забирают сушильщиков, дробильщиков, трактористов, комбайнеров. Особенность еще и в том, что деревенские традиционно в меньшей степени уклоняются от службы. А значит, там большая доля мобилизованных. Сейчас руководители хозяев спешно пытаются добиться брони для тех, кого еще пока не забрали. В городах ситуация терпимее, но кадровики сейчас также, как говорится, в мыле. Сотрудник получает повестку и на следующий день должен явиться в военкомат по закону без возможности отработать, передать дела. А компании нужно, в свою очередь, успеть нанять нового человека на его место. В этом заключается самая большая сложность для рынка труда, для работодательской стороны в принципе. 300 тысяч человек, которые планируют мобилизовать Минобороны, это действительно около 0,4% от всех работников в стране. По данным рекрутинговых агентств, для крупных компаний нынешний призыв не будет большой проблемой. Тем более с подобным вызовом работодатели уже сталкивались в самом начале специальной военной операции, говорят эксперты. Но частичная мобилизация породила параллельный процесс – отток кадров за рубеж. По прогнозам экономистов, общее число их может достичь полутора миллионов мужчин. И это уже более весомое число. Еще один фактор – атмосфера тревожности среди оставшихся. Она может негативно отразиться на производительности труда, считает финансист Андрей Мовчан. Вот что он рассказал телеканалу РТВА. Они переезжают на другую квартиру, они уезжают на дачу, они срочно увольняются с работы, чтобы их не призвали. Или просто сидят на работе и ничего не делают, потому что их завтра могут призвать, и они нервничают. Представляете, как это влияет сейчас на производительность труда? Вижу сейчас, что уже авиакомпании на практике начинают писать истерические письма, что у нас такой потенциальный призыв и пилотов, и наземного персонала, что мы не понимаем, как работать. В принципе, и до объявления частичной мобилизации, одна из главных проблем нашей российской экономики – это дефицит кадров, особенно высоко квалифицированных. И в нашей ситуации выбытие каждого такого сотрудника – это проблема. Потому и и кинематографисты просят правительство не отправлять в армию актеров, режиссеров и прочих специалистов, и авиакомпании. По данным РБК, в нашей региональной компании «Красавия» почти половина работников попадает под критерии мобилизации. В случае призыва работа перевозчика будет невозможной. И таких примеров немало. Вот что сообщает газета «Коммерсант» о ситуации со строительством железнодорожных веток «БАМа» и «Транссиба». В первую очередь призывают людей с дефицитными профессиями. Например, механизаторов, машинистов строительной техники, электромонтеров, мостовиков. Работникам подрядных организаций уже вручено более 940 повесток. Более 330 человек мобилизованы. Кроме того, отмечается тенденция невыхода сотрудников на работу в связи с объявлением мобилизации. По предварительным оценкам ОАО «РЖД», сообщается в материалах, подрядные организации могут лишиться более 60% рабочей силы. В частности, узкоквалифицированного персонала с отсутствием возможности восполнения трудовых ресурсов. Также эксперты отмечают, что частичная мобилизация влияет на потребительский спрос. Люди все больше живут одним днем, особенно не планируя дорогостоящие покупки и инвестиции с долгой окупаемостью. Люди не будут совершать покупок в долгую, будут жить каккосрочными покупками и максимально экономить деньги. И, знаете, перейдут в режим сохранения, в принципе, потому что непонятно, что дальше. И на всякий случай, давайте-ка мы сегодня заморозимся, зафиксируемся, не будем лишнего тратить. Мои знакомые все бизнесмены из малого и среднего бизнеса, вне зависимости от отрасли, уже ощущают на себе последствия. Ну, еще раз, по данным экспертов, окончательно какие-то выводы о влиянии частичной мобилизации на рынок труда делать пока рано. Должен пройти минимум месяц, чтобы говорить более уверенно. Возможно, все-таки у страха глаза велики и эффект будет не таким негативным, как многие предполагают. Оля, на этом все. Продолжение следует...